В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях этого дня. Центральная часть окружной столицы, а также микрорайоны Хариверской экспедиции и лесозавода продолжают оставаться без водоснабжения. Сегодня в России отдают дань памяти неизвестному солдату. В Наринмаре в День воинской славы России прошел торжественный митинг, а в Москве в рамках Всероссийского патриотического форума в Музее Победы на Поклонной горе состоялась торжественная церемония презентации основных событий и мероприятий юбилейного победного 2020 года. В топ-50 российских регионов с самыми эффективными руководителями вошел Ненецкий округ во главе с губернатором Александром Цибольским. За эффективность управления региону будет выделен грант из федерального бюджета. Об этом и других событиях дня расскажем в ближайшие 20 минут. Центральная часть окружной столицы, а также микрорайоны Хариверской экспедиции и лесозавода продолжают оставаться без водоснабжения. По информации пресс-службы мэрии, ориентировочно отключение продлится до 21 часа. Впрочем, не исключено, что эта ситуация может затянуться на более длительное время. Причиной коммунального коллапса стала авария на водоводе, которая произошла в ночь на вторник в районе дома номер 18 по улице Ленина. Огромную лужу во дворе своего дома первым обнаружил один из жильцов. Это произошло в половине второго ночи. Обойдя здание со всех сторон, мужчина увидел бурлящий источник. О случившемся он незамедлительно сообщил по телефону единой дежурной диспетчерской службы 112. На место ЧП выехали специалисты по КТС. С помощью экскаватора сотрудники коммунального предприятия приступили к земляным работам. Необходимо было обнаружить место прорыва в водоводе. Земляные работы производились на территории газона между тротуаром и проезжей частью. Образовавшаяся яма заполнялась водой. Для ее откачки по КТС задействовала и лососную машину. Как пояснил заместитель директора предприятия Геннадий Галишевский, на тот момент никто не знал, насколько глубоко расположена труба. Коммуникации прокладывались 35-40 лет назад и ни разу не ремонтировались. Для скорейшей ликвидации аварии в районе дома номер 18 по улице Ленина пришлось отключить воду во всем городе, включая его центральную часть и микрорайоны до поселка Лесозавод. По этой же причине сегодня была приостановлена работа детских садов и учебных заведений, подпадающих в зону отключения. По предварительным расчетам отключение продлится до 21 часа. Пу КТС напоминает горожанам о том, что питьевая вода доступна на пяти колодцах, которые работают на скважинах по улицам Авиаторов 8, 60 лет Октября 62, Заводская 19, Калмыкова 9 и Юбилейная 34. Кроме того, Пу КТС осуществляет подвоз воды к многоквартирным домам. Об устранении аварии на водоводе говорили сегодня и на рабочем совещании главы региона в администрацию округа. Мэр Наринмара Олег Белак заверил губернатора, что аварийные работы на водоводе в районе улицы Ленина проходят в штатном режиме во взаимодействии муниципального предприятия и окружных структур. «Поблагодарить хочу взаимодействие всех. Это и наши подрядные организации, которые работают в городе, строители, департамент строительства ЖКХ и ОГД. То есть, как бы вовремя все оказали содействие с обеспечением подготовки техник.» На время монтажа этого сюжета работы по устранению аварии не были завершены. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Движение механических транспортных средств разрешено по дорогам в Тундрово и Лесотундрово, зонах Нинецкого округа. Соответствующее распоряжение подписано Департаментом природных ресурсов, экологии АПК-НАЛ. Решение об открытии движения в Тундре принято в связи с установлением устойчивого снежного покрова, который позволяет сохранить целостность оленей пастбищ. Нормативный документ ведомства дает старт благоустройства всех временных зимних дорог на территории региона, в том числе основного зимника Нарин-Марусинск. К его строительству подрядчик может приступить уже сегодня. «29 ноября заключили контракт по зимнику Нарин-Марусинск. Сейчас приступят к работам. По контракту не менее 30 суток с момента заключения договора. Но с учетом того, что сейчас снежный покров есть, планируется где-то три недели займет». В этом году, согласно проведенных торгов, обустройством и содержанием главного зимника региона будет заниматься общество «Строй Универсал». С окружной компанией заключен государственный контракт на сумму 83 миллиона 400 тысяч рублей. Средства выделены из окружного бюджета. Согласно техническому заданию, общая протяженность трассы автозимника будет составлять 54 километра 800 метров. Таким образом, с прошлого сезона она сократится более чем на 16 километров. Как пояснили в централизованном стройзаказчике, это произойдет за счет ввода в эксплуатацию третьего участка строящейся дороги Нарин-Марусенск. В прошлом году движение механических транспортных средств по тундре было разрешено с 1 декабря. В топ-50 российских регионов с самыми эффективными руководителями вошел Ненецкий округ во главе с губернатором Александром Цибульским. За достижение значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц, руководителей высших исполнительных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, деятельности органов исполнительной власти субъектов. В 2019 году Ненецкий автономный округ получит дотации в форме межбюджетных транспортов из федерального бюджета в размере более 332 миллионов рублей. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 миллиардов рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства. В Ненецком округе состоялся торжественный митинг, посвященный Дню воинской славы и Дню неизвестного солдата. В нем приняли участие представители органов власти, общественные молодежные организации, ветеранские объединения, добровольцы, студенты и школьники. Тему продолжит моя коллега Наталья Кислякова. Юнормеец Глеб Мариничев прочитал стихотворение Михаила Светлова «Неизвестному солдату». Сам юноша еще не служил, а о Великой Отечественной войне узнал от бабушек и дедушек. Глеб признается, пока жива память, никто не будет забыт. Мы должны помнить, потому что пока мы помним, это не повторится. Мы должны помнить о каждом. Пусть мы не знаем их фамилии, пусть они пропали в бездости, но мы должны помнить о их подвиге, о их бессмертном подвиге, возложенной на алтарь Отечества. Ежегодно 3 декабря в России вспоминают о воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. В рамках Всероссийского патриотического форума в День неизвестного солдата в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась торжественная церемония презентации основных событий и мероприятий 2020 года, объявленного Годом памяти и славы. В Ненинском округе состоялся торжественный митинг. И они достойно выполнили свой долг перед народом, перед своей страной. И сегодня мы чествуем наших героев, мы помним о них и мы в вечном и неоплатном долгу перед ними. Кому, как ни поисковикам, лучше всего известно, сколько безымянных солдат лежит в болотах Синявина, в лесах Новгородской области, на Псковщине. Да где только не лежат наши солдаты, лежат тысячами и сотнями тысяч. Я могу сказать, что один раз за вахту в две недели, 14 дней, мы похоронили 500 солдат. Солдат 500. Именно поисковики получили поддержку в государственном масштабе. И этот день в 2014 году стал памятной датой в истории России. В день неизвестного солдата мы вспоминаем всех советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в ходе боевых действий. Ушедшие живы, пока живет память. Важно помнить их ратные подвиги и их имена. Воспитывать и рассказывать о них подрастающему поколению. Добавлю, завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к обелиску победы. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский по поручению президента России Владимира Путина вручил семье Волкуевых из села Ома медаль ордена «Родительская слава». В церемонии награждения приняли участие председатель собраний депутатов Нинецкого округа Александр Лутовинов. Валентин и Мария Волкуевы награждены медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в укреплении Института семьи и воспитании детей. Позвольте, я вам. Мне очень приятно, что вот на таком примере, как ваша семья, мы можем воспитывать достойных детей. На самом деле, прививать им те истинные ценности, которые с покон веков были присущи русскому и российскому человеку. И в этом смысле я преклоняюсь перед людьми, которые и своей трудовой деятельностью внесли в огромный вклад в формирование нашего современного общества, всех нас, и сделали нас такими, такими. Мы получились, но еще и создали замечательную семью. Александр Лутовинов, поздравляя награжденных с высокой наградой, обратил особое внимание на тот факт, что чета Волкуевых воспитывала своих детей в селе. Я хотел обратить внимание на то, что это сельская наша семья, это село Ома, где не так просто расти детей, и все они выросли достойными, хорошо учились, медалисты, состоялись в жизни. Валентин и Мария Волкуевы вместе уже 47 лет. Они воспитали троих дочерей и сына. Всю свою жизнь они посвятили обучению и воспитанию детей в Нинецком округе, каждый отдав по 43 года педагогическому труду. В соответствии с окружным законом, один из родителей, награжденных медалью ордена «Родительская слава», имеет право на получение единовременного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря. В Нинецком округе региональное отделение Всероссийского общества инвалидов в этот день традиционно проводит круглый стол. В этом году мероприятие проходит совместно с комплексным центром социального обслуживания и региональным обществом слепых. В числе приглашенных представители всех ветвей власти, правоохранительных органов, общественности. По данным Федерального реестра инвалидов, по состоянию на 1 октября 2018 года в Российской Федерации насчитывается 12 миллионов инвалидов, в том числе порядка 665 тысяч детей-инвалидов. Статус инвалидов в Нинецком округе в настоящее время имеют 3 150 человек, 176 из них дети. За круглым столом на Ринмаре собравшись обсудили вопросы доступной среды и насущные проблемы людей с ограниченными возможностями, в том числе вопрос о субсидировании авиаперелетов для молодых инвалидов. В ходе встречи были также заслужены отчеты о работе региональных отделений, общества инвалидов, общества слепых и комплексного центра социального обслуживания. Результат есть, несомненно. Во-первых, мы составляем резюме, которые подняли вопросы инвалиды, мы составляем резюме и потом в течение какого-то времени мы отрабатываем эти вопросы. Это раз. Очень приятно, что когда мы приглашаем сюда нашу власть исполнительно-законодательную, они находят время, приходят и вместе с нами будут также обсуждать эти вопросы. Вместе не только с членами правления, но и с членами организации, чтобы они все слышали, да, что власть у нас работает для инвалидов. И я не скрою, что действительно в округе для инвалидов очень много делается. По сравнению с другими регионами, с которыми мы общаемся, 81 регион входит в центральное правление ВАИ, куда и входит наша организация, у нас приоритет в округе перед всеми. Надежда Ковалевская отметила постоянную поддержку со стороны депутатского корпуса, благодаря которой удается решать самые сложные вопросы. В ходе заседания Круглого стола региональное отделение Всероссийского общества инвалидов заключило договоры о намерениях с администрацией Заполярного района и региональным отделением общества слепых. В Наринмаре пройдет двухдневный семинар по правовой грамотности для представителей коренных малосчисленных народов Севера. Об этом информирует пресс-служба администрации Ненинского округа. 5 и 6 декабря в Наринмаре пройдет семинар по правовому информированию и просвещению для представителей семейно-родовых общин коренных малосчисленных народов Севера. Во время семинара будут обсуждаться вопросы землепользования, развития оленеводства и традиционного рыболовства, мер социальной и грантовой поддержки членов общины КМНС. Участникам семинара также расскажут об условиях постановки на учет оленеводов и чем работниц в качестве нуждающихся в жилых помещениях Государственного жилищного фонда Ненинского округа и других правовых аспектах. В качестве спикеров выступят представители исполнительных органов власти Ненинского округа, природоохранных организаций и иных учреждений и ведомств. Как сообщили в Департаменте внутренней политики Ненинского округа, 5 декабря семинар начнется в 10 часов и пройдет в актовом зале Ненинской центральной библиотеки. По информации профильного департамента на территории Ненинского округа традиционную хозяйственную деятельность осуществляют 23 общины коренных малосчисленных народов Севера. Из них 12 заняты оленеводством, 7 рыболовством и 3 народными художественными промыслами. Одна община занимается охотой. Семиннородовые общины КМНС в Ненинском округе начали создаваться в 2002 году в целях защиты исконной среды обитания, традиционного образа жизни, прав и законных интересов коренных малосчисленных народов Севера, проживающих в регионе. В Ненинском округе подвели промежуточные итоги призывной кампании. Большая часть новобранцев будет служить на Северном флоте, в Западном военном округе, в Воздушно-космических силах и в Главном управлении Министерства обороны. Промежуточные итоги у нас хорошие. Мы практически почти что выполнили задание на призыв. Призывали более 100 граждан. Большинство из них, это более 80, уже отправлено на областной сборный пункт Архангельской области и уже проходят военную службу. Хочу сказать, что ребята в этом году у нас активные. Я практически не могу сказать, каких серьезных нарушений здесь по прибыльной команды. Прибывают они все вовремя. Хотя команды большие, но вовремя играть прибывают. Мы их структируем и отправляем, соответственно, на сборный пункт Архангельской области. Добавлю, последняя отправка призывников намечена на 22 декабря. В эти дни жители Армении удивляют северными вкусами. Здесь проходит Российская гастрономическая неделя, участие в которой при поддержке регионального центра развития бизнеса принимает ресторан-музей «Тиман» из Ненинского округа, а также наши соседи из Архангельска. Поморскую кухню представят на гастрофесте шеф-повар ресторана «Кабинет». Участники и гости Российской гастрономической недели в Армении получат уникальную возможность отведать авторские блюда из разных уголков России. Кухню Псковщины, современную московскую кухню, поморскую кухню и ненецкую кухню российского севера. Российская гастрономическая неделя началась торжественным открытием в посольстве Российской Федерации в Армении. Приветствовал гостей вечера чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Армении Сергей Копыркин. Председатель Оргкомитета недели Леонид Гильбтерман представил команду российских шефов. В нее вошли Антон Сальников, Сергей Евдокимов, Валентина Копылова, Александр Сахаров и наш шеф-повар из ресторана «Тиман» Александр Ермолин. Российские повара подготовили торжественный фуршет по случаю открытия Российской гастрономической недели в Армении. В меню фуршета вошли мешочки из блинов с красной икрой, лисички в перченом масле с телятины, облепиховая панакота с хвоей, морковный бисквит с сырным кремом и другие угощения. В рамках недели пройдут и тематические региональные ужины в исполнении российской команды шеф-поваров из Архангельской области, Москвы, Ненинского округа и Псковской области в сопровождении армянских вин. На торжественном ужине Ненинского автономного округа шеф-повар ресторана-музея «Тиман» Александр Ермолин приготовит блюда с северной кухни. Сугудай из белой рыбы, деваляй из печорской щуки, оленью вырезку с соусом из северной клюквы, калитки с морожкой по Нижнепечорски. Концепция проекта российской гастрономической недели направлена на укрепление культурных и деловых связей между странами-участницами, популяризацию привлекательных туристических маршрутов с демонстрацией их потенциала, привлечение внимания к региональным инвестиционным проектам в сфере гостеприимства. Российская гастрономическая неделя в Армении продлится до 6 декабря. Проверить свои знания по истории Ненинского округа смогли накануне госслужащие и сотрудники государственных учреждений. Краеведческий диктант был представлен в формате тестирования и состоял из 35 вопросов, затрагивающих основные этапы развития региона, географические и культурные особенности, знания Ненинского языка. Разработкой текста занимался Ненинский региональный центр развития бизнеса. Они провели два семинара обучающих, и после этого они составили вопросы, они их как бы разработали, и нам они любезно предоставили, и вот мы провели тестирование. Сейчас они проанализируют ответы и выдадут нам какую-то предварительную картину знаний о истории о нашем округе всеми госслужащим. В дальнейшем планируется включить вопросы на знания истории округа в тесты для аттестации государственных гражданских служащих. Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.